Гормоны Мы будем говорить о стрессовых гормонах и вот были проведены исследования с покоящимися почками березы и клёна пока почки покоились водный экстракт почему-то замедлял рост семян а когда почки пробуждались то тогда этого эффекта не обнаружилось и предположили что есть такое вещество которое появляется во время покоя его назвали дармин от английского dormancy покой И параллельно работала другая группа с хлопчатником они исследовали растрескивание коробочек и опадение тоже обнаружилось что есть какое-то вещество замедляющее рост его назвали абсцезин и на перегонки старались выделить вещество оказалось что это одно и то же вещество только те кто работал с хлопчатником успели раньше поэтому их название стало как бы первым и самым главным абсцезин или по-другому абсцезовая кислота потому что оказалось что это кислота но эффекта падения не очень характерен для абсцезовой кислоты а лучше было бы название дармин но поскольку уже в науке приоритет состоялся то уже кто первый того и тапочки что называется тот соответственно и назвал этот гормон абсцезовая кислота способствует переходу в состояние покоя и если сделать мутацию которая не синтезирует абсцезовую кислоту то состояние покоя нет вот представьте себе початок кукуруза и в нем зерна прорастают прямо на материнском растении потому что они не синтезируют гормона покоя и не могут перейти в состояние покоя видно да и тут же на этом же початке есть такие черные зерна которые все-таки в состояние покоя перешли то есть вот на одном растении можно такое одновременно наблюдать черные они потому что синтезируется специфический такой пигмент под названием антоциан антоцианы придают вот такую вот окраску ну это можно использовать в сельскохозяйственной практике это действительно используется вот я вам говорил о том что если обрабатывать гиберелинами то ягода получается более крупной но она получается менее красочной и нам неприятно ее есть поэтому после обработки гиберелином примерно за недельку до того как подать это срезать растения обрабатывают дополнительно абсцезовой кислотой видите что получается да не обработанные такие зелененькие а чем больше обрабатывать тем более интенсивная красная окраска ну наверное все супермаркетах тоже видели такой сорт red globe огромные огромные такие ягоды чтобы они стали красными и не остались вот такими блеклыми и мы бы их купили радостно их предварительно обрабатывает абсцезовой кислотой японцы вывели такой вот сорт винограда который называется дамские пальчики с маникюром но есть просто обычные дамские пальчики это чисто зеленый виноград а дамские пальчики с маникюром они с вот такими красными кончиками но виноградаре на кубани решили купить этот японский сорт посадили и оказалось что вырастает дамские пальчики а маникюра то на них и нет стали разбираться в чем там дело оказывается что у японцев есть специальная машинка для опрыскивания кистей винограда там вот ее подводишь под кисть пшикаешь и раствор абсцезовой кислоты попадает только на кончике в результате появляется вот такой вот маникюр туда где попал раствор они красненькие а туда где не попал они остались беленькие вот получилась такой вот неожиданность но в вьетнаме нет специальных машинок они берут кисточку и раскрашивают маникюр вручную наносят абсцезовую кислоту и получается вот такой вот искусственный румянец в нужных местах но теперь вы наверное догадаетесь как сделать вот такое яблоко сделать трафарет и дальше что нам а намазать абсцезовой кислотой там где там есть абсцезовая кислота там покраснеет и синтезируется антоциан а там где закрыто от света и трафарет закрыл от абсцезовой кислоты останется желтеньким ну вот можно сделать к новому году такие яблоки можно дню валентина их хранить там с сердечками i love you там и так далее и это целая отрасль индустрии с помощью абсцезовой кислоты наносить картиночки на различные плоды вот перед вами такой пример с яблоком неудивительно что под действием абсцезовой кислоты накапливаются пигменты в листьях если растение покраснело то это означает что она находится в состоянии стресса или она слишком охладилась как вот на этом слайде видите там и не такое сквозь и не красный румянец просвечивает а может быть она и вы долго не поливали абсцезовая кислота синтезировалась а может быть его там пересолили и она тоже покраснела вот покраснение листьев это симптом того что растению как-то вот не по себе она испытывает какой-то стресс ну еще раз напомню что абсцезовая кислота это сигнал водного дефицита если она действует то устица закрываются и этот вот кадр мы просто повторяем для того чтобы указать что вот абсцезовая кислота она наоборот закрывает устица ну и при действии абсцезовой кислоты наступает адаптация к засухе если мы закроем устица то мы временно адаптируемся но этого надолго не хватает если засуха совсем уже суровая то нужно уменьшить площадь испарения растение скидывает листья с себя вот такой вот стрессовый листопад он происходит под действием абсцезовой кислоты если стресс не глубокий то тогда растение переходит в вынужденный покой его легко вывести ну допустим полив снова или нагрев обратно растение начнет расти но бывает очень глубокий покой называется физиологический физиологический покой нужен для пережидания длительных неблагоприятных условий ну вот сейчас условия очень неустойчивые то там солнышко пригрывает то снежок сыпет такие около нулевые температуры казалось бы надо там вот потеплело расти похолодало обратно остановиться нет растение здесь находится состоянии глубокого физиологического покоя у них как бы такой вот сон который начинается с осени и закончится только где-нибудь к февралю месяцу феврале начнется распускание вывести из состояния физиологического покоя трудно пока растение не выспится окончательно но обычно не просыпается вот это соответственно физиологический покой ну еще растение ориентируется по длине дня если дни короткие то наверное это зима и не надо вот так бы преждевременно открываться в сибири растения с очень коротким физиологическим покоем им нужно дотянуть свой сон до устойчивой зимы а устойчивая зима наступает уже там где-нибудь в ноябре месяце если сюда перенести сибирское растение то она подумает что зима закончилась и начнет расти вот примерно в такое же время если грянут заморозки то тогда почки погибнут и растение пострадает вот удивительный факт что у себя на родине могут выдерживать температуру минус 50 и ниже а если они находятся в системе с неустойчивой зимой где бывают оттепели они не своевременно просыпаются и погибают вот около нуля там плюс немножко для них гораздо более страшно чем минус 50 вот такие вот бывают особенности адаптации растений к состоянию покоя но при переходе в состоянии покоя многие растения образуют запасающие органы это вот георгин показан корнеклубень картофель запасающие там органы купены вот снизу еще там какой-то хохлатки и так далее естественно что под действием абсцизовой кислоты усиливается накопление питательных веществ становится больше крахмала больше сахара больше белков откладывается растение готовится к состоянию покоя ну и соответственно физиологический покой когда-нибудь заканчивается вот перед вами пример тоже вот симферополе снята в ноябре месяце это каштан обратите внимание что здесь есть одновременно и цветки и плоды у себя на родине он подвергается такой вот засухе засуха тянется до зимы и потом он только по весне открывается если стояла влажная теплая погода в ноябре то почки могут открыться и растение зацветает открывает почки не своевременно ну переживать за такой каштан не стоит конечно эти почки отомрут в течение зимы но растения у дерева особенно есть много запасных спящих почек значит весной откроются спящие почки которые не пробудились из запасных почек каштан ну станет зеленым но цвести будет хуже конечно же семена тоже впадают в физиологический покой поскольку им важно не прорасти тут же осенью вот если вы имеете дело с кукурузой или фасолью это культурное растение то им достаточно просто смочить семена и они начинают тут же расти если бы это были дело в природе то тогда бы очень сильно эти растения пострадали то есть проростки сразу же попали под заморозки под мороз поэтому растений живущих в природе ну например у пионов необходимо стратификация то есть поддержать семена при температуре близкой к нулю и растение думает что вот идет зима потом весна и вот эти низкие около нулевые температуры стимулируют прорастание это называется стратификация то есть некоторые семена без стратификации не прорастают иногда бывает даже так что нужно два раза стратификация надо два раза перезимовать и только после этого растение прорастает ну такой пример черемша установлено что не 60 процентов семян прорастает только на второй год черемшу многие из вас видели я надеюсь да вот она в лесу оказывается прорастает не сразу на первый же год она ждет почему-то два года большая часть семян прорастает через два года тоже важно для того чтобы не попасть под морозы и прорастать именно весенние месяцы ну засуха это для разных растений разные понятия вот например у водных растений если она обитает на большой глубине то это нормальное условие а если она достигла листьями поверхности то это уже засуха и надо формировать совершенно другие листья но вот обратите внимание это водяная лилия или кувшинка под водой у них листья хорошо смачиваются у них нет кутикулы нет устицы газообмен идет между средой и водой как только она достигает поверхности там уже надо сделать восковой слой не смачивающийся нужно сделать устица и это будут уже листья другого типа но иногда даже эти листья могут торчать из воды вот у стрелолиста похожие на стрелы листья торчат из воды растение можно обмануть вот здесь она синтезирует много абсциссовой кислоты а здесь мало если мы в аквариум добавим абсциссовую кислоту то растение подумает что что она вылезла на поверхность воды и начнет прямо под водой образовывать нормальные надводные листья то есть даже под водой ему будет казаться что она уже вылезла на поверхность определяет она это по уровню абсциссовой кислоты но неудивительно что абсциссовую кислоту тоже могут синтезировать кое-какие организмы например я надеюсь такой грипп вы тоже видели это серая гниль или ботритис вызывает заболевание у земляники ботритис можно назвать там теплого трупа то есть надо погубить растения и пока еще никто не захватил его впиться туда гифами и это вот свежую умершую ткань начать впитывать ну и дальше грипп так постепенно продвигается внутрь растения чтобы погубить растения этот грипп выделяет абсциссовую кислоту в больших количествах это оказывается сильным стрессом клетки погибают и это как раз и нужно грибу он захватывает всю эту земляничину и поражает и и вот вызывая такие вот образование серы а ну следующий тип стресса связаны с засухой температуры он связан с механическим повреждением вообще говоря ученые сравнительно недавно выяснили что растение чувствительно к прикосновению но делали это как что брали пульверизатор сначала добавляли туда гибериллины опрыскивали и сравнивали просто с растениями неопрысканными и вроде бы получались какие-то результаты было видно что что-то там изменяется в растении пока не пришел кто-то умный сказала вы знаете а вы не пробовали контрольное растение опрыскивать такой же водой но только без гибериллина те как-то смутились решили опрыснуть просто водой без гибериллина и оказалось удивительное дело просто на опрыскивание тоже есть эффект если сравнить с неопрысканным растением но при опрыскивании там очень много факторов с одной стороны резко повышается влажность с другой стороны закрывается источник света затенение идет с третьей стороны звук от пшиканье есть в конце концов может растение так прислушивается листочком что там что-то пшикает и на всякий случай отвечает эти факторы пытались разделить ну например плавно меняли влажность и ничего не происходило а вот если резко накрыть черной тряпочкой не трогать растение то она среагирует ну и если просто взять и потереть палочкой то растение тоже реагировала вот перед вами результаты таких опытов слева это не тронутое растение их никто ни разу не трогал по ходу роста а справа раз в день их терли палочкой стеклянной потирали по листу она так напрягалась останавливала свой рост так а в страхе боялась что кто-то меня трогает потом немножко вырастала а то которое не трогали оно росло постоянно ну и была такая модель почему растение вот так вот чувствительно вот на это все вот представьте себе что растение на лугу стоит значит и вдруг налетает туча резко там изменяется освещение затеняется это все ветер там и идет внизу и растение должно напрячься вместо того чтобы расти оно должно противостоять стихии там может быть дочь сейчас полет или град какой-нибудь поэтому надо как-то вот замедлить рост и сделать вот так вот над собой усилие пробовали воздействовать звуком и оказалось что в достаточно широком диапазоне звук растений не слышит вот чего бы там не писали про разную музыку которую растение чувствует но не слышит она звука все нет реакции может быть нужны более тонкие эксперименты но пока что вот о том что лучше растет под классическую музыку хуже там растет под что-нибудь там джазовая она как-то пока что не оправдалось а ну и практически вывод если вы хотите чтобы растение поскорее выросло надо не трогать его как можно меньше его трогайте любое прикосновение к листу растение будет воспринято и она напряжется и станет медленнее расти но нет худа без добра вот я слышал разговор бабушек который значит одна другой хвастается а у меня-то рассада помидоров не перерастает хоть и темно я каждый день беру картоночку и так вот провожу сверху по рассаде рассада получается крепкая и не перерастает вот практическое применение тоже видимо бабушка почитала какой-нибудь научно-популярный источник и поняла что вот так можно сделать короткую рассаду наоборот так что кому что нужно механический стресс растение испытывает прорастая через почву почва это такая плотное тело там есть какие-то полости и ему надо как-то выбраться на поверхность самое нежное место это точка роста чтобы она не повредилась растение изгибается и продавливает почву таким вот как бы боковой частью побега вот это вот изгиб называется опекальной петелькой она нужна для того чтобы пробиться через землю потом когда земля пробита можно ее разогнуть и нежные части окажутся наружу вот здесь показаны несколько растений с опекальной петелькой да видно вот и на левом слайде на правом слайде такая пекальная петелька у других растений есть специальные пробивные листья они нужны только для того чтобы пробиться через почву и как Как только оказались на поверхности, они открываются, и из них показываются более нежные зеленые листья. Вот синим здесь показано на разных растениях такие вот листья, которые в фотосинтезе не участвуют, а нужны только для пробивания через почву. Ну, некоторые растения пробиваются кончиком листа. Он становится плотным, твердым. Тут несколько кончиков, они так дружно вместе пробиваются, и потом лист открывается уже на поверхности. Таким образом, преодолеть почву – это особая специальная задача. При механических нагрузках в растении выделяется газообразное вещество – этилен. О том, что этилен важен как-то для растения, стали догадываться довольно давно. В старину вместо электрического было газовое освещение. Ну, связано это было с тем, что не было высоковольтных линий передач, электричество не могли далеко транспортировать. Ну, и оно было, например, в Кремле. Чтобы обеспечить Кремль, на арбатской стрелочке рядом была электростанция. И вот до Кремля хватало дотянуть электричество, а по всей Москве, конечно, электричества не было. Поэтому освещать приходилось газовыми фонарями. Был специальный фонарщик, он обходил эти фонари, включал в определенное время, и в определенное время ходил обратно, выключал. Есть даже, по-моему, какой-то городок в Германии, где сохранили старинное газовое освещение, ну, так сказать, для туристов. А в 19 веке это было очень широко распространено, и время от времени газовые магистрали ломались. Ну, чего не бывает, да, там, не знаю, а просадка грунта какая-то, какая-то подвижка трубу разорвала. И вот обратите внимание на эту картинку. Все происходит летом. Дальше вот эта вот линия поперечная, там, где троечки написаны, это линия газовой магистрали. Те растения, которые рядом, они полностью отвалили листья, стоят без листьев, видите? Чем дальше от газовой магистрали, тем лучше сохранность листьев. Это означает, что вот этот газ, который, светильный газ, который утек в воздух, он вызывает опадение листьев, листопад. Какой компонент газа это вызывает, было непонятным. И это выяснил наш с вами соотечественник Дмитрий Николаевич Нелюбов, который работал в Санкт-Петербурге. Он пытался вырастить горох в лаборатории, а лаборатория освещалась светильным газом, понятное дело. В университете никто электричество не проводил, только в Зимний дворец. Вот он выращивает этот горох, а он получается какой-то короткий, кривой и вообще не пойми какой, и не получается в лаборатории. А если в теплице выращивать, то в теплице ровненький, хорошенький, длинненький. Нелюбов подумал, что все дело в воздухе, который в лаборатории. Он взял трубку, наполнил оксидом меди, прокалил ее и наполнил емкость вот этим вот прокаленным специальным газом. Оказалось, что эффект исчез. Дальше он стал добавлять по очереди те газы, которые могли бы содержаться в светильном газе. Вот как только он добавил этилен, сразу же возникла реакция. А когда он добавлял другие газы, это не получилось. Таким образом, Нелюбов открыл физиологический эффект этилена. Растения крайне чувствительны к этилену. Они чувствуют 10 частей в разведении на миллион частей воздуха. Для нас этилен это газ без цвета, вкуса и запаха. А для них этилен пахнет очень остро. То есть они ничтожную примесь в воздухе этилена уже улавливают и начинают отвечать. Ну как они начинают отвечать? То, что открыл Нелюбов, это так называемый тройной ответ на этилен. Ну представьте, что растение пробивается через почву и испытывает какую-то маленькую нагрузку. Но все-таки испытывает. Значит оно делает мало этилена, загибает эпикальную петельку и так вот плавно более или менее растет. То есть эффект номер раз это загибание эпикальной петельки. Ну теперь представим, что тут у нас образовался какой-то камушек. И оно пробует, а не получается. Что нужно делать? Нужно как-то поднатужиться и постараться этот камушек вытолкнуть со своего пути. Рост в длину сокращается, растение становится толще, как бы напрягается и старается этот камушек выдвинуть оттуда. Эффект номер два. Сокращение в длину и утолщение. Мы представим себе, что это крупный камень, что его не удается сдвинуть. Вот он туда давил-давил, давил-давил и не сдвигается никак. Что делать? Расти вокруг. Третий эффект. Если очень высокая концентрация этилена, то проросток искривляется и растет горизонтально. Можно его обмануть. Не давать ни камушка, ни почвы, а дать высокую концентрацию этилена. Он сразу подумает, что это непреодолимое препятствие и начнет расти скрюченным. Загнутой петелькой и коротеньким. Вот то, что видел Нелюбов. Этот эффект называется тройной эффект этилена. Загибание петельки, торможение роста и рост в горизонтальном направлении. Это, так сказать, то, что открыл Нелюбов. Этилен синтезируется только тогда, когда у растений есть кислород. Если кислорода нет, этилен не синтезируется. Вот очень кажется, что это растение страдает от засухи. На самом деле у него залит корень, залит водой так, что там не хватает кислорода. Корень старается пробраться через почву, испытывает механическую нагрузку. Старается сделать этилен, а этилен не получается, потому что нет кислорода. Предшественник этилена образуется в корнях и направляется в надземную часть. А в надземной части уже кислород есть. Она не испытывает механического стресса, но в ней образуется много этилена. Ну, значит, растение думает, что ему по листьям долбит каким-нибудь, там, не знаю, градом. Что делать в этих обстоятельствах? Надо опустить листья, чтобы не долбило так больно. То есть, если так вот стоять-то будет сильнее долбить градом. Вот оно повяло, опустило листья и не сопротивляется. Это избыточный синтез этилена в надземной части. Поэтому, если увидели, что растение завяло в горшке, нужно потрогать грунт. Причин может быть две. Первая. Засуха забыли полить. Или вторая. Налили слишком много и перелили. Ну и соответствующие меры. Или срочно полить, или срочно там прочистить отверстие какое-то, чтобы растение, как бы, стекла вода с растения и корни получили достаточно воздуха. Ну вот во всех учебниках пишут, что корневые волоски нужны растению. Для того, чтобы впитывать минеральные соли. Оказывается, не только. Если добавить этилен, то корневые волоски вырастают более длинные и более густые. Это нужно для того, чтобы корень вцепился в бока грунта. И он чувствует, что грунт пошел более плотный. Надо сильнее продавливать. Если он будет сильно продавливать и плохо держаться за стенки грунта, то его будет выпирать обратно. То есть растение, как бы, на корнях приподнимется над землей. Этого хочется избежать. Ну, вообще, корень ведет себя очень странно, когда он натыкается на препятствие. Вот он натыкается на препятствие, чувствует, что оно плотное. И начинает прокобыривать в нем дырочку. Прокобыривает дырочку он медленно. Шесть часов вертится в одном направлении, шесть часов в другом направлении. Это заметить очень трудно, но, тем не менее, есть такие эксперименты, которые позволяют это увидеть. Ну, и дополнительно, чтобы его не выпирало, растение дает горизонтальные корни. Это так называемые якорные корни, которые позволяют главному корню пробиваться через грунт. А эти не дают, как бы, растению выпирать из грунта. Все это эффекты этилена. То есть, если добавить этилена, то корневая система очень сильно изменится. Ну, и мы все читали, что растение может там проломать асфальт, еще там что-то такое сделать фантастическое и так далее. На самом деле, оно ищет самое слабое место. А вот попробовала в этом направлении, не получается, в этом направлении не получается. А вот здесь вот порыхлее. Вот оно сюда там корнем залезло и начала расширять свой успех. Таким образом, надо какие-то микротрещинки, какие-нибудь такие вот участки, где более или менее рыхло. И туда растение постарается внедриться. При нападении вредителей в растениях тоже выделяется этилен. И растение старается отвалить лист вместе с вредителем. Это такая вот защитная реакция, что авось этот вредитель потом никогда и не доберется. Кто-нибудь съест его по дороге и так далее. Поэтому при сильном повреждении растение скидывает листья из-за того, что его постоянно едят. Ну и, конечно же, если нападают крупные травоядные, то тогда надо защищаться вовсю. И каждое растение защищается так, как оно может. В Южной Африке пытались оккультурить антилопу, который называется куду. Очень хорошая зверюшка, очень экономичная, питается местными видами акации, пьет мало, дает вкусное мясо, местное население постоянно отстреливает и ест. И хорошо бы заменить корову. Корова для Южной Африки очень плоха с экологической точки зрения. Она пьет много воды, поскольку она привыкла много пить. Ей нужен сочный корм. Это означает, что надо специально выращивать поле, его поливать. То есть расход на поддержание коровы воды просто колоссальный. Если бы удалось одомашнить эту антилопу куду, было бы счастье. То есть воду бы удалось в этом регионе сэкономить. А вода для них это большой дефицит. Ну как одомашнить животное? Надо взять каких-нибудь молоденьких антилоп, поймать и посадить в загон. Пусть привыкают к человеку. Ну в загоне должны расти естественные карма, например акация. Раз поймали антилопы, сдохли, два поймали антилопы, сдохли. Странная вообще картина. Стали анализировать, в чем же дело. Оказалось, что акация выделяет очень большое количество танинов. Ну что-то такое танины никто не знает, но все знают, какая на вкус незрелая хурма. Все знают. Вот представьте себе, что этих веществ настолько много, вяжущих, что они нарушают пищеварение, склеиваются эритроциты и антилопа погибает. То есть вот такая непереносимая концентрация этих вязких веществ. Нам немножко-то хватает, чтобы выплюнуть, а тут вот она наедается и погибает от этих танинов. В загоне акация синтезирует очень много этих танинов. Рядышком с загоном тоже синтезируют. А если отойти там метров на 30-50, то они не синтезируют танины. Стали смотреть, что бывает, когда антилопа начинает объедать эту акацию. Оказывается, выделяется этилен, и у антилопы есть примерно 10 минут на объедание. После этого акация становится ядовитой. Вот она настолько быстро синтезирует эти танины, что вот 10 минут вполне хватает, чтобы отравить уже антилопу. И антилопа должна перебежать на какое-то расстояние и начать общипывать следующую акацию. Примерно 2 дня акация злобствует, продолжает выделять эти танины. Но потом уже как бы она успокаивается и становится более или менее съедобной. Вот тут антилопа может еще пойти, еще минут 10 пощипать. Поскольку загон был плотный, то было сложно где-то вот так вот гулять, и все акации стали ядовитыми. И уже антилопа не могла найти съедобного корма. Ну теперь надо вспомнить, что этиленгаз, и ответить на вопрос, а почему же вокруг загона, хотя их не щипали, а акации стали ядовитые. Газ выделяется из поврежденных растений и летит на тех, кто не поврежден. И предупреждает. Этилен – это универсальный сигнал, что растения повредили. Даже не важно какого вида. Могли есть просто траву рядом. Эта трава даст этилен. Этилен заставит акацию синтезировать ядовитые вещества. То есть это универсальный крик о том, что нас едят. Поэтому запах этилена чувствуется очень остро. То есть каждая трава, принюхавшись, понимает, ага, кого-то едят. На всякий случай надо среагировать. Ну уже кто как может. Акация может ядовитые вещества, она делает ядовитые вещества. Злаки не могут ядовитые вещества, но они могут сделать кремниевую пилку. Такую, чтобы язык поранился. Вот они отращивают по мере возможности более жесткую пилку кремнистую. Кто-то замедляет рост, что авось там меня не заметят и пройдут мимо. Ну в общем, каждый, кто во что гораст, кто как может, тот так и защищается. Ну при нападении грибов реакция примерно такая же. Гриб внедряется в растение, давит на клеточные стенки. Это механическая нагрузка. Выделяется этилен и поврежденный лист отваливается. Ну и соответственно растение избавляется так от грибов. Зато грибы не проникнут в основное растение. При истечении каучука этилен говорит, что надо вот все больше и больше каучука, чтобы залечить вот эту ранку. Каучук долго не замерзает, как бы долго не застывает. И его можно дольше собирать. Поэтому при подсечке гивеи, чтобы часто не надрезать дерево ножичком, его дополнительно обрабатывают агентами, которые выделяют этилен. И тогда каучук натурально долго течет вот в эти сборочные корзинки. Этилен очень важен для созревания сочных плодов. Под действием этилена плод размягчается. Действуют специальные ферменты, которые отделяют клетки друг от друга. Мякоть становится рассыпчатой и такой вот приятной по консистенции. Кроме того, распадается все кислое, терпкое, ядовитое и невкусное. Потому что плод нужно, чтобы кто-нибудь съел и распространил семена. То есть все, что мешало его съесть, должно распасться. Но зато должны накопиться какие-нибудь приятности для тех, кто будет это все есть. Ну в первую очередь это глюкоза и фруктоза. Это сахара для нас, нам приятно. Это там в 300 раз слаще сахароза какой-нибудь. Кроме того, душистые вещества должны синтезироваться, чтобы был ароматный плод. Что-нибудь должно быть красочное, чтобы он был привлекательный. Ну и в общем плод готовится к тому, чтобы его съели. Раньше он был замаскирован под цвет листьев, был зеленый. А теперь надо хлорофил убрать, чтобы плод стал заметным. И синтезировать в нем яркие окрашенные вещества. Это или каротиноиды, или антоцианы, с которыми мы уже с вами знакомы. Ну и в конце концов, этилен действует на зону опадения. Плод отваливается на землю. И его там кто-то из животных подбирает, съедает и распространяет. По отношению к этилену плоды делятся на два типа. Одни из них это так называемые климактерические плоды. Вот обратите внимание, красная черта это линия этилена. Сначала этилена мало, мало, мало. После какого-то порога он резко нарастает и может возрасти до тысячи раз. Соседний плод, почувствовав запах этилена, понимает, что вот этот уже зреет. Его сейчас придут и съедят. И если я опоздаю, то меня не съедят, я останусь нераспространенным. Он тоже начинает выделять этилен и созревать. И таким образом все плоды, которые достигает запах этилена, начинают дружно созревать. При этом у них поднимается температура, иногда там до 37-39 градусов. Плод активно дышит. Это способствует выпрыскиванию, испарению таких душистых веществ, привлекающих распространителя. И они начинают пахнуть на всю округу. И туда, на этот массовый запах, собираются те, кто могут их распространить. Классический пример такого климактерического плода – это бананы. Чтобы транспортировать бананы, их запаковывают в герметичную тару. Так, чтобы у них была своя газовая фаза. Все, наверное, видели, что в супермаркет они поступают в полиэтиленовых мешках. Раньше в них добавляли углекислый газ, потому что углекислый газ мешает синтезу этилена. Но это дорого. И теперь туда впрыскивают немножечко-немножечко другого вещества, которое тоже не дает синтезироваться этилену. И пока плоды едут, они не могут созреть. В супермаркете разрывают эту полиэтиленовую упаковку. Улетучивается этот ингибитор. И плоды начинают созревать. Как только первый банан созрел, все бананы в этом ящике начинают дружно дышать, нагреваться, выделять этилен, выделять душистые вещества и приманивать покупателей со всего зала, что вот бананами пахнет. Ну, наверное, вы видели, что на свежескрытой такой упаковке там такая как бы влага скапливается, конденсат. Это они интенсивно дышали, испарялась вода и осела на стеночках. Вот так человек борется с климактерием, да, с вот этим резким подъемом дыхания, резким синтезом этилена, добавляя искусственные вещества, которые не дают синтезировать этилен. Конечно, это очень важно для хранения и транспортировки плодов. Вот обратите внимание на фиолетовую линию, это срок хранения. Чем дальше мы ждем созревающий плод, сколько он может храниться, тем меньше срок его хранения. То есть климактерические плоды можно попробовать только в той зоне, где их выращивают. Иногда вот прям несколько часов сняли с дерева и надо вот за эти несколько часов съесть, особенно некоторые тропические плоды. Ну вот в Крыму очень знаменитые персики, которые вот можно только снять с дерева и тут же съесть. Но человечество выводит специальные сорта, у которых нет синтеза этилена. И тогда такой персик останется деревянным навечно, но зато его можно будет перекладывать, разглядывать там и класть обратно в супермаркете и торговать им в течение месяца, а то и больше. И он не попортится, потому что он не умеет синтезировать этилен. Поэтому дикие абрикосы, сливы, груши, персики, они все климактерические. А то, что продается в супермаркетах, это уже выведенные без этилена. И они не климактерические. Но есть такие плоды, у которых этилен не вырабатывается в таких огромных количествах. Это, например, цитрусовые. Они, конечно, усиливают созревание, если обработать этиленом, но зато их можно очень далеко вести без всякой обработки. Цитронами торговал Китай еще с Византии. По Великому Шелковому пути с этими караванами верблюдов приходили и приплывали в Византию цитроны. Представляете, какой долгий путь, и плод при этом не портился, можно было его есть. У нас была такая история, когда одна женщина увидела, что у нее из горшка пророс помидор. Ребенок баловался, прызнуло помидором, семечко попало и проросло. Она думает, жалко, надо его на дачу отвезти. Посадила на дачу, выросла помидора большая, прибольшая, ровные плоды, большой урожай, все замечательно, только не зреет. Она думает, что скоро август, роса будет, упадет фитофтор и заболеет. Надо бы их срезать в помещение на окошечко. Вот как бабушка делала. Положишь на окошко, он созревает. Лежит этот помидор и не созревает. Уж сентябрь прошел, октябрь прошел, не созревает. И она идет на консультации. В чем там дело? Ну, я ей говорю, а это же помидор, который не умеет синтезировать этилен сам по себе. Его надо перед продажей обработать этиленом, и он станет розовым. А без этилена он так зеленый пролежит хоть год. Но она говорит, что же делать? Я говорю, а вы возьмите банан. Вот банан-то точно выделит этилен. Дальше надо сделать такую камеру, ну, полиэтиленовый мешок, положить спелый банан, и рядом эти помидоры. Она так сделала, и удалось добиться легкого оранжевого оттенка к середине ноября месяца. Ну, это показывает то, как торгуют помидорами. То есть помидор принципиально такой не синтезирует этилен. Он будет зеленый и хранится неограниченно долго. Перед продажей его надо обработать этиленом, он порозовеет, и его выставляют торговать. Такая универсальная технология хранения помидоров. Ну, все, наверное, знают, что самая ранняя падалица сладкая, но в то же время с червячком внутри. Ну, давайте догадаемся, что происходит. Червячок грызет яблоко. Яблоко вырабатывает этилен, потому что это механический стресс, его едят. Надо выработать этилен. А остальная часть плода думает, что пора уже созревать. Этот этилен вызывает преждевременное созревание яблока. Оно становится более сладким, чем окружающее. И в конце концов этилен действует на зону опадения. Яблоко отваливается вместе с червяком на землю. И яблоня надеется, что обратно эта плодожорка не заберется и останется там где-то кто-нибудь ее съест. И избавляется таким образом от червивых яблок. Ну, такие бананы, наверное, тоже все видели, да? Вот если так присмотреться внимательно, то на них появляются такие коричневые точечки. Пока их везут, коричневых точечек нет. А именно в момент созревания начинается появление вот таких вот мини-точечек. На этих местах лежали споры грибов. Но они находились в состоянии покоя и принюхивались к этилену. Если этилен пошел, значит банан пошел созревать, и его пора есть. В этот момент споры прорастают и стараются гифами проникнуть внутрь банана. Ну, тут уже кто вперед успеет. Если вы успеете снять шкурку и съесть первыми, то значит вы первые. Если банан так и останется, то он весь покоричневеет и заплесневеет. Это значит грибы успели первые. Ну, на самом деле это не опасные грибы. Просто они вот на шкурке, если вы ее счистили, то, конечно, в центральную часть ничего не попадает. Она вполне такая съедобная. Ну, такая вот хитрость гриба. Пока банан не созрел, банан не едим. Если произошло опыление, то через столбик пробивается пыльцевая трубка. А раз она пробивается, то она туда давит. И для растения это сигнал, что цветок опылен. Что делать, если цветок опылен? Ну, во-первых, никого уже не надо привлекать, потому что опылители не нужны. Все, что было привлекательное, должно отвалиться, завянуть, там позеленеть, пожелтеть. Как-то вот сделаться непривлекательным. Поэтому все листочки, лепесточки, все это вот отвидает, отпадает и убирается. Не нужны тычинки, потому что уже опыление случилось. Тычинок никому уже не надо. Но зато для завязи это другой сигнал. Раз ее опылили, значит, надо выращивать плод. Завязь, наоборот, пускается в рост, становится более крупной по действиям этилена. И это очень важно для торговли цветами. Вот перед вами два как бы букета. Один контрольный просто в воде, а во второй добавлен ингибитор синтеза этилена. Видите ли вы разницу? Вот изобретение ингибиторов синтеза этилена сделало революцию в торговле с резанными цветами. Те цветки, которые считалось, что очень быстро вянут, теперь можно долго поддерживать в букете благодаря этим веществам. То есть их ставят не в обычную воду, а в воду, содержащую вот этот самый ингибитор биосинтеза этилена. В итоге получается букет, который может стоять гораздо дольше и неожиданно дольше. Потому что от львиного зева никто не может ожидать, что он будет очень долго стоять в букете. А тут вот этот агент позволяет это все преодолеть. Ну и, так сказать, молодым людям на заметку, если вы хотите кому-нибудь преподнести букет, как надо его транспортировать? Максимально нежно и плавно, без всяких вот стрессирований, жамканий и всего прочего. Потому что от механического стресса будет выделяться этилен, и букет скорее завянет. Поэтому чем меньше вы прикасаетесь к букету, чем как бы плавнее вы его несете, тем меньше этилена. Ну и, конечно, недопустимо в одну авоську складывать бананы и букет цветов. Понятное дело, что все это быстро очень завянет в такой атмосфере. Неожиданный немножечко эффект – это цветение ананасов. Обычно под действием этилена растения сбрасывают бутоны и не цветут. А вот ананас, если он не цветет, можно обработать этиленом, и тогда он выметнет такой вот цветонос и станет плодоносить. Этим пользовались царские садовники. Они, конечно, ничего про этилен не знали, но был такой прием. Растения выдергивали из горшка и подвешивали на пару дней кверх корнями. У растения был стресс механически. Оно выделяло много этилена, пугалось. И напуганное растение возвращали обратно в горшок, поливали, и оно выметывало цветонос. Ну и как раз было, кстати, к дню рождения или кого-нибудь из цесаревичей. В общем, было очень приятно получить ананас. В тропических странах есть определенные сезоны естественного цветения ананаса. Но кому интересно, есть ананасы один раз в год. Интересно же, чтобы все время были ананасы. Поэтому стали изощряться. Ну, в 30-е годы придумали так. Расставляли плошечки с мазутом, поджигали мазут, и при горении мазута образовывалось немножко этилена. Вот представьте себе плантацию, вся покрытая черной копотью и дымом, смогом. И в этом смоге этилен. И плантация зацветает в другой сезон, совершенно не в тот, в который положено. Дальше пробовали карбидную воду. Применять это где-то в 50-е и 40-е годы. Но потом уже выработали агенты, которые разлагаются с образованием этилена. Их надо совсем чуть-чуть. Опрыскивают плантацию ананасов, и она стимулируется к цветению. Ну и можно разбить плантацию на кусочки, и раз в месяц обрабатывать определенную деляночку. И ананасы будут непрерывно поступать в течение всего года. Теперь вот эта технология позволяет есть ананасы в любое время года, когда пожелаете. А не тогда, когда им положено по природе. Как быть в домашних условиях? Берете комнатный ананас и универсальный источник этилена. Запаковываете в герметичную тару, чтобы была такая вот атмосфера, насыщенная этиленом. Ну и после того, как этилен выделился бананами, бананы будут воспитывать ананас. И ананас в конце концов выдаст вот такие вот соплодия. Ну, зацветет в то время, когда вы пожелаете. Это используется для стимуляции цветения других представителей этого же семейства бромелевые. Гуцмани всякие, хмеи, дрези и так далее. Они нужны к определенному празднику. Ну, например, к Новому году или к Дню Святого Валентина. Все покупают горшки и дарят друг другу. Поэтому нужно стимулировать. Стимулирует, конечно же, этиленом. Вот эта необычная реакция на этилен связана с тем, что бромелевые это эпифиты тропических лесов. Эпифиты, понятное слово? Непонятно. То есть они растут не на земле, а растут на ветвях деревьев. Понятно теперь, да? Ну, представьте себе, вот на высоте метров 20-30 на ветке дерева растет растение. Прикрепилось корнями к коре и растет в себе. Оно называется эпифитом. В тропических лесах часто текут дожди, и листья бромелевых устроены так, чтобы образовать такое вот, ну, как бы ведерко. И в этом ведерке скапливается вода. Иногда очень много. Один из родов называется каниструм. Представили, да? Накапливает до 12 литров воды. Ведро воды подвешено на уровне, там, 30 метров над уровнем. Такой вот водоемчик. Этот водоемчик жизненно важен для бромелевого. Почему? Потому что там лазят какие-то древесные лягушки. Где им выводить головастиков? Они туда откладывают икру, там расплодятся головастики, вылазят лягушечки, а пока они там живут, они выделяют там мочевину, а это удобрения для бромелевых. Туда могут прилететь комары, отложить личинок. Тоже комары, пока там живут, выделяют в эту воду питательные вещества. В эту же воду сыплются листья с деревьев, перегнивают и образуются питательные вещества. И если этот водоемчик не работает, вот это ведро с водой не работает, то растение обречено на гибель. Ну, теперь представим себе, от чего же могла бы случиться такая механическая нагрузка. Пролетел ураган, поломала ветку, и эта бромелевая наклонилась, и вода выплеснулась. Поднять обратно эту розетку невозможно. Вот она вот так и будет пониклая. Воду она набирать не будет. Ну, что делать в этих обстоятельствах? Надо выживать, как знаешь. Надо срочно цвести, а вот семена попадут в нужные условия, и растение выживет. Кроме того, главная розетка отмирает, зато появляются боковые розетки. Эти розетки уже ориентируются правильно, образуют новые ведра вот на этой же самой ветке в новом положении. Ананас, конечно, уже не растет на ветвях деревьев, но он помнит, что в процессе эволюции у него были такие предки, и на всякий случай пугается, когда дают этилен, и зацветает. Ну, у него уже нет ни водоемчика этого, ни вот этих приспособлений, но вот у него есть такая, как бы память предков. Вот он помнит, что предки реагировали так. Зачем он это делает, он не знает, но вот на всякий случай. Теперь уже о более специфических сигналах, которые возникают при повреждении растений. Ну, например, все знают, что огурцы, ну, так особо не пахнут. Начинаешь резать салат, появляется запах свежего огурца. Ну, можно начать косить траву, и уже секунд через 15 будет запах свежескошенной травы, хотя раньше его не было. Откуда он берется? Оказывается, что в мембранах есть специальные вещества, липиды, которые окисляются и образуют коротенькие производные. Вот некоторые названия здесь есть. Они называются гексенали и ноненали. Они-то и пахнут свежескошенной травой, или свежепореженным огурцом, или свежепорезанным помидором, там, и так далее. Ими очень интересуется парфюмерная промышленность, потому что нужно придавать аромат каким-то композициям. Там, например, аромат свежести, чтобы пахло так свежим огурцом, очень интенсивно. И, конечно, интересно для пищевой промышленности, чтобы делать пищевые добавки, что нет огурца, а нам кажется, что пахнет огурцом. Что это означает для огурца? Кроме этилена, еще дополнительно выделяется ноненаль. Огурцы принюхиваются и понимают, что не абы кого едят, а режут наших огурцов. И надо напрячься и, так сказать, испугаться еще сильнее, что повреждение идет своего родного вида. Это вот такое вот облако сигнала, которое попадают в другие огурцы и стараются как-то противостоять этому нападению. Летучими выделениями пользуются паразиты. Вот, например, есть такой паразит Павелика. Не знаю, многие ли его видели в природе. В Крыму она очень распространена, а в разных регионах как кому повезет. Смысл в том, что это растение вообще нет корней. Оно не способно к фотосинтезу или слабо способно. Единственный способ выжить – это оплести растение хозяина, впиться в него присосками и начать высасывать питательные вещества. Но оказывается, что они очень разборчивы. Они не абы на кого нападают, а нападают именно ровно на своего хозяина. А на другие растения не нападают. Выяснено, что Павелика растет по запаху. Если взять просто такую вот трубочку из резины, намазать запахом хозяина, то благодаря летучим веществам Павелика оплетет эту трубочку и начнет в нее впиваться. Она будет думать, что это вот ее хозяин. Благодаря такому летучему запаху из гексиналии и наненалии, которые мы уже с вами упоминали. В месте травмы образуется травматиновая кислота. Она образуется тоже как продукт разрушения мембраны. С одной стороны, она стимулирует образование калуса для заличивания раны. С другой стороны, тормозит рост и лист искривляется. Это вот действует травматиновая кислота вокруг места повреждения. Видите, там дырочка в листе, и вокруг дырочки ткани такие вот чуть-чуть светленькие. Это калус образуется и деформированы. Это вот действие травматиновой кислоты. Жасманаты впервые были выделены из эфирного масла жасмина. А это тоже производные мембраны. Сначала думали, что есть только у жасмина, а потом оказалось, что есть у всех растений. И они тоже образуют летучее облако, которое производит свой определенный сигнал. Ну вот, например, у многих растений есть так называемые нецветочные нектарники. То есть не на цветке, а прямо на листе или там на стебле начинает выделяться капелька сладкого вещества какого-то, сиропа. Если обработать жасмоновой кислотой, то тогда окажется, что сиропа становится еще больше. Зачем это нужно? Оказывается, что растение пытается таким образом привлечь муравьев, которые придут собирать вот эти капельки. И, может быть, они еще соберут и каких-то вредителей. Поэтому при нападении вредителей выделяется жасмоновая кислота, растение выделяет капельку нектара и привлекает муравьев. Муравьи приходят и съедают этого вредителя, который напал. Вот такая вот взаимная связь. Очень тяжело паразитическим осам или их еще можно назвать наездникам найти своего хозяина. Потому что иногда они настолько специализированы, что поражают только гусениц одного определенного вида. Гусеницы встречаются и так нечасто. И как понять, где в природе найти эту самую гусеницу? Оказывается, что гусеница объедает растение хозяина и в воздух выделяется целый букет веществ. Вот этих самых гексиналий, нононалий, прочего аромата. И насекомое принюхивается именно к этому букету и думает, ага, едят такое-то растение. А на таком-то растении живет мой хозяин. Надо полететь и отложить туда яйца. Вот здесь вы видите такую картинку поражения. Яйцекладом протыкается поверхность гусеницы. И дальше выводятся куколки. Вот гусеница полностью повреждена, съедена изнутри личинками наездников. Личинки вышли, окуклились. И потом через некоторое время из куколок вылетят взрослые насекомые с крылышками. Вот такие соотношения. То есть растение выметывает запах в надежде привлечь оттуда из среды врагов своих врагов. Ну, таким образом, враги моих врагов – это мои друзья. Паразитические насекомые привлекаются на запах поврежденного растения, чтобы защитить это растение от напавших вредителей. Ну, и из таких специализированных растений-вредителей можно назвать стригу. Она относится к заразиховым и дает очень-очень маленькие семена. Вот обратите внимание, в поле зрения микроскопа семена обычных сорняков. Ну, такие вполне приличные. А рядом семена стриги. Мельчайшие и мельчайшие. В них нет запаса питательных веществ, но зато одно растение может сделать тысячи и миллионы семян. Эти семена попадут в грунт и могут прорасти только в одном случае. Когда рядышком растет корень растения хозяина, дальше оно растет буквально там на миллиметр-полтора, впивается в корень хозяина и начинает прорастать дальше, впитывая питательные вещества. Если оно на более далеком расстоянии проросло, то, соответственно, оно погибнет. Поэтому такое семечко лежит и принюхивается, не проползет ли рядом корень какого-нибудь хозяина. Некоторые растения придумали своеобразную защиту. Они выделяют очень много сигнальных веществ, и паразит прорастает на далеком расстоянии и не может впиться в хозяина. И тогда семян вот этого паразита становится меньше в почве. Стали анализировать, что это за вещества, и обнаружили их химическую природу. Они оказались лактонами, поэтому они названы в честь вот этой стриги стриголактонами. Спрашивается, а зачем растению вообще выделять вещества, которые привлекают паразита? Может, их вообще не выделять, и было бы гораздо лучше? Оказывается, нет. Стриголактоны – это сигнал о голоде. Если растение не получает питательных веществ, не хватает фосфора, азота, оно начинает об этом сигналить вокруг и приманивать из среды гифы грибов. Вот перед вами такая гифа, так как кружочек, и она прорастает тоже только в присутствии корня хозяина. Дальше она забирается внутрь корня и помогает ему добывать фосфор, азот и воду, а взамен получает продукты фотосинтеза. Очень взаимовыгодный симбиоз. Вот два растения винограда вы видите. Одно растение не обработано спорами микоризного гриба, а другое обработано. Видно разницу, да? Что то, которое обработано, оно устойчивее, лучше растет, и так далее, и так далее. В природе грибы могут вступать в симбиоз с несколькими разными видами растений. И получается, что растения под землей связаны через гриб друг с другом. Если какое-то растение страдает, например, ему не хватает питания, то окружающие могут через гриб с ним поделиться своими веществами. Возникает взаимопомощь между растениями разных видов. И все растения дружно перераспределяют питание друг между другом, сильно помогают слабому, и получается такое хорошее, ровное сообщество. Ну и, конечно, на сигнал голода реагируют паразиты. Не только вот эти полезные грибы, которые гораздо важнее для растения, но и то, что на него нападает. Ну вот так выглядит гриб, который залез внутрь клетки растений. Вот фиолетовым он прокрашен, образуют такие похожие на деревца структуры. Это вот поверхность контакта гриба и растения. Ну и в процессе эволюции видите, что такие растения, как заразиха, вот справа, или вот та же самая стрига, нападают на растения и, наоборот, высасывают последние питательные вещества. Это посадка кукурузы, которая страдает от стриги. Видно, что она мелкая, засыхает, и, в общем, этот паразит наносит огромный урон сельскому хозяйству. В растении все взаимосвязано друг с другом, поэтому, когда верхушка растения растет, побег растет, он посылает вниз сигнал ауксина и говорит, нет ли у вас возможности нас покормить. Сигнал доходит до корня, и если есть возможность покормить, то обратно отправляется цитокинин. И стебель развивается еще сильнее, пышнее, там ветвистее, получается мощное растение. Но, может быть, покормить нечем. Тогда ауксин спускается вниз, а ему в ответ посылают стригалоктоны. Говорят, ребята, есть нечего, вы держитесь там. И они начинают держаться изо всех сил, боковые почки не развиваются, кустистость понижается, стебель становится короче, он понимает, что корню не добыть столько питательных веществ. Ну и вот здесь два растения риса. Одно с нормальным синтезом стригалоктонов, у него сравнительно мало стебельков. А у другого стригалоктоны не образуются. Поэтому надземная часть думает, что все в порядке, питание идет, там стригалоктоны не поступает. Кустится, кустится, но, конечно, в ущерб росту. Видите, оно такое более короткое получается. Это вот такой ответный сигнал о голоде. Ну, неожиданный такой регулятор – это салициловая кислота. Она впервые выделена из ивы, называется салекс. Очень хорошо действует на человека. Она жаропонижающее, такое обезболивающее средство. И издавна отвар коры ивы использовались при лихорадках, простудах, вот чтобы температуру сбить, там облегчить протекание, там всего и так далее. Ну, и, конечно, хотели выделить действующее вещество. Оказалось, что это салициловая кислота. Употребление ее мешает то обстоятельство, что она очень жесткая. Она обжигает слизистую оболочку. Когда человек пьет, то там могут язвы образоваться, еще что-то такое. Пробовали гасить ее содой. Ну, это имеет какой-то эффект, но не очень сильный. И вот в 1902 году был зарегистрирован патент на ацетилированную форму, ацетил салициловую кислоту. Ну, и препарат очень известен теперь под названием аспирин. А вот аспирин, он как раз производный салициловой кислоты. В природе салициловая кислота тоже регулирует температуру, но странным образом. У некоторых растений под действием салициловой кислоты температура поднимается. Вот перед вами такое вот растение, аруйник. Оно растет в Крыму, но чтобы его увидеть, надо приехать где-нибудь месяце в мае примерно. Очень странно устроено соцветие. Видите, кверху уходит покрывало, и такой вот фиолетовый расширяется стерильный придаток. И само покрывало красноватого цвета. Дальше покрывало прижимается к початку, и видно направленные вниз щетинки. После этого зона с тычинками, и зона с пестиками. Это в нижней камере. Сначала салициловая кислота накапливается в верхней части початка. Он разогревается, воспаряются вещества, зловонно пахнущие, но очень привлекательные для жуков-падальщиков, разнообразных мух и всех прочих. Кроме того, они видят такой мясо-красный цвет, ползают, заползают внутрь в нижнюю камеру, а обратно выбраться не могут, потому что туда-то они загнули щетинки, а обратно их щетинки встречают. И они оказываются до следующей ночи запертыми в нижней камере. Ну, казалось бы, это очень плохо. Человек бы начал буянить, говорить, выпустите меня отсюда. А насекомому только того и надо. Там, значит, выделяется нектар в нижней камере. Кроме того, это защита от врагов, никто его не видит. Так что можно спокойно провести день в этой нижней камере. Вечером следующего дня поднимается содержание салициловой кислоты в нижней части. Разогревается это все. Щетинки отвидают. Пыльца высыпается на насекомых. Насекомые все это лапами переносят на пистики. Происходит опыление, и все перемазанное пыльцой насекомое выбирается и летит дальше. Для чего? Чтобы следующее растение, опять его подманили вот этим верхним придатком, и оно залазит на день в следующий. И так, пока цветет оройник, насекомое из одного в другой перемещается и производит опыление. Впервые этот процесс был открыт, правда, не на оройнике, а на таком гималайском растении, которое называется шаманской лилией или сауроматум. Вообще неповторимой красоты вот это покрывало, желтое с пурпурными пятнами, но зловоние, как от прорвавшей канализации. То есть находиться в одной комнате с растением невозможно. Вот на нем как раз было исследовано действие салициловой кислоты. Можно побрызгать салициловой кислотой в другое время суток, и тогда произойдет нагрев в неположенное время. То есть не когда пылители активны, а тогда, когда экспериментатор обработал. А это вот съемки растения в инфракрасном свете, и чем желтее, тем теплее. Вот видно первая часть привлечения насекомых в первый день, а на второй день разрезана нижняя камера, и видно, что центральная часть, в которой тычинки прикреплены, тоже очень сильно нагрета. И здесь вы видите вот такой последовательный нагрев двух частей початка. Мне очень нравится народное название Dead Horse Arum. Оройник дохлой лошади. Ну, о запахе остается только догадываться, какой там он. У нас на Дальнем Востоке растет симплокарпус, редкое охраняемое растение. У него, конечно, нет двух камер, тем не менее, оно источает такой чесночный аромат, к которому собираются свои насекомые опылители. Но, кроме того, нагрев позволяет спасаться от заморозков. То есть при этом это соцветие оказывается более нагретым, и спасается от заморозков в ночное время. Ну, и таким образом растение при нападении вредителей начинает сигналить самыми разными способами. Это этилен, ижасмоновая кислота, летучие производные салициловые кислоты, гексиналина, нананалии, прочее, прочее. Это нужно для того, чтобы соседний лист, который физически рядом, это почувствовал. Потому что можно сделать, конечно, по-другому. Отправить сигнал из одного листа в другой. Но представьте себе, что там два метра ветка, одна, два метра ветка, другая, вот они случайно рядом. Пока этот сигнал за четыре метра пройдет, там уже всех сидят, никто не подготовится. Поэтому вот этот летучий сигнал важен для локальной обороны. Вот все это выделяется, окружающие листья готовятся к атаке, становятся более устойчивыми к патогенам, к вредителям, к нападающим. И в конце концов им становится легче жить. Ну вот на этом у нас лекция завершена. Я благодарю вас за внимание. Вы так вот... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ